Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вадим Печерский, миграционный консультант и руководитель паспорта визового агентства Rush In Documentation Center, который уже 27 лет известен, так же как Rush In Professional Services. И сегодня я хочу рассказать конкретную реальную историю, которая произошла буквально вчера, когда при попытке пересечь границу между Мексикой и США, гражданка Российской Федерации, имеющая здесь сына, гражданина США, а получила невероятно-невероятно удивительный и приятный сюрприз. Если эта тема для вас интересна, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте нам лайки, делитесь этим видео, делитесь с нами информацией, которая известна вам, и давайте общаться. Поехали! Давайте просто побеседуем без каких-то скриптов, без каких-то заготовок, а просто поговорим. Так вот, ситуацию на мексиканской границе я вам рассказать не буду. Тому, кому это интересно, тот знает, а кому неинтересно, зачем вам это надо. Давайте расскажу конкретную ситуацию. Гражданин США подал на воссоединение семейства своей мамы, которая гражданка России. Не дожидаясь одобрения этого дела, получив только одобрение на первичном этапе, была подана форма А-130 на первичном этапе, и она была одобрена. Мама, которая в Москве работает хирурга, решила не дожидаться оформления документов, а просто сорвалась в Мексику, опасаясь чего угодно. Опасаясь, решила воссоединиться с сыном через границу с Мексикой. И вот что произошло. Сын поехал за мамой, посадил ее в машине и привез ее на контрольно-пропускной пункт, где мама сказала, что я, как бы заученную фразу, я гражданка России, хочу претендовать на политическое убежище в моей жизни и здоровье, и свободе в моей стране окружает опасность. Дальше произошло абсолютно невероятное. Вообще не связано с обычным шаблоном, как это происходит. А произошло следующее. Офицер начал задавать вопросы такого характера. Ваш сын гражданин США? Да. А подавал ли сын на воссоединение семей с вами официально? Да, подавал. А есть ли у вас документация? Да, есть. И сын достает документы, подтверждающие, что он гражданин США, это американский паспорт, и документ, что он подал на маму. Не просто, что он подал. Документы уже на первичной стадии были одобрены и переведены в национальный визовый центр. Посмотрев на эти документы, офицер вынес для меня, работающего 27 лет в этой области, беспрецедентное решение. Я с этим не сталкивался. А где вынес решение, он дал маме, не взял у нее документы, не принял ее на политическое убежище. А он выдал ей форму I-94. Она называется Arrival Departure Record. Эту форму получают люди, которые пересекают границу с визой, где дается легальный коридор, максимально возможный в 6 месяцев. Так вот, офицер на границе дает этой женщине форму I-94, на которой время нахождения в США ровно один год, 12 месяцев. И дает им их со словами, решите, пожалуйста, свои проблемы в течение 12 месяцев. Это просто не передать словами, нужно было это снять на видео, вам показать, как после того, что я перевел этой женщине, как она расплакалась, как она обняла этого офицера. Мужа навернули слезы на глаза, сына навернули слезы на глаза, он долго жал руку. То есть, ребята, то, что было сделано, это было сделано очень круто. А вместо того, чтобы пропускать маму через все круги ада, подавая документы на политическое убежище, он этой женщине дал возможность легализоваться очень безболезненно на территории США. Мы за 3 месяца, ну 6 месяцев максимально сделаем ей грекарту на территории США, при том, что у нее уже одобрена форма I-130, и ей осталось подать на Adjustment of Stars минус те деньги и та форма, что она уже заплатила за форму I-130 раньше. Шикарная новость. Тут же бегу к адвокату, с которым я консультируюсь. Это мой наставник, это мой ментор, это адвокат, который бывший прокурор, и человек, который идет сейчас в судейство, получает иммиграционную мантию судей, и рассказывает эту ситуацию, просто такой весь, о, вау, но что говорят мне абсолютно спокойно, то он, да, они имеют на это право. Они имеют на право, это называется Discretionary Decision, то есть на усмотрение офицера иммиграционной службы может быть принято такое решение. Вот этим я хотел с вами поделиться, это не значит, что все это получат, это ничего не значит, кроме того, что я вам рассказал, что вот произошел случай, которым я вам рассказал. А в следующий раз я хочу с вами поделиться ситуацией, прям противоположной той, что я рассказал вам сегодня. И тоже надеюсь, что эта информация будет для вас полезна. С вами был Вадим Печерский, команда Rush in Documentation Center, и здоровья и благополучия нашим матерям. Продолжение следует... Продолжение следует...